Уважаемые друзья, мы не просто встречаемся в институте, который носит имя Пушкина, мы встречаемся абсолютно на определенный день. И я бы хотел прежде всего всех поздравить с днем рождения нашего великого поэта. Сейчас еще объясню почему, помимо самого дня рождения. Здесь разные люди у нас сидят, и именитые, и молодые лингвисты, и представители фонда «Русский мир» во главе с его начальником, и некоторые другие. Мы сейчас поговорим с вами о том, что нас здесь собрало, поговорим об успехах, в том числе русского мира и, наверное, каких-то проблемах. Но мне бы хотелось начать с одного вопроса, а именно с подписания мною указа. Я сегодня подписал указ, в соответствии с которым 6 июня будет отмечаться теперь в нашей стране в качестве особого дня, дня русского языка. Я всех с этим светлым событием поздравляю. Можно аплодисменты? Копия указа, Антон. По-моему, лучшего дня для дня русского языка не найти. Ну, в общем, здесь колебаний у меня никаких не было. Мы, конечно, должны заботиться о нашем дорогом русском языке, причем делать это постоянно, а не в памятные даты. Потому что это, конечно, дело президента прийти, объявить о каком-то символе, но вообще заниматься русским языком каждый человек должен каждый день. Тем более, что каждый человек, живущий в нашей стране, этот язык использует. Но с текущего года на федеральную целевую программу «Русский язык», на период пятилетия предстоящего, запланированы довольно значительные средства. Не фантастические, но значительные. 2,5 миллиарда рублей. Я надеюсь, что они будут правильным образом расходоваться. Ну, и, конечно, мы и дальше будем поддерживать деятельность неправительственных и общественных организаций, включая фонд «Русский мир», опять же, Международную ассоциацию и Российское общество преподавателей русского языка и литературы. То, что называется таким своеобразным сокращением «мапрял» и «рапрял». Да, красивые слова. Чудесные, да. Ну вот, я так понимаю, что здесь присутствуют также не только преподаватели, но и победители Олимпиад по русскому языку, студенты. Ну, было бы, на самом деле, неплохо, если бы вы рассказывали что-нибудь, как вы, во-первых, достигли столь превосходных результатов, и чтобы вы могли порекомендовать молодежи, которая далеко не всегда правильным образом использует русский язык. Продолжение следует... Продолжение следует...